Тенге на этой неделе уверенно держался по отношению к доллару. При этом в Национальном банке сразу признали, что это не их заслуга. Что примечательно, укрепление национальной валюты происходит на фоне дорожающего рубля. В России он достиг до пандемийного уровня 66 рублей за доллар. Правда, нам ожидать такого от тенге не стоит. И теперь, чтобы получить обратно свою выгоду, вы должны ждать. К сожалению, в тенге макроэкономически слабая валюта. Я не прогнозирую укрепление до 350-200. Это, к сожалению, практически невозможно в текущих условиях. Поэтому ждите. Нельзя давать универсальные советы. Всегда надо идти от того, каким человеком цели. Эксперты отмечают, что российский рубль укрепился, как ни странно, из-за введенных санкций. Доллара у соседей накопилось много. Импорта практически нет. Правда, давать прогнозы по курсу сейчас довольно сложно. Казахстанские экономисты считают, что рубль может достаточно долго удерживать свои позиции. А российские эксперты не видят в этом ничего хорошего. Что же происходит на валютном рынке? Ордак Сагедула приценилась. В столичных обменных пунктах доллар покупают по 438, а продают чуть дороже на 5-6 тенге. Конечно, этот курс выглядит довольно заманчивым после 520 в марте. Поэтому многим хочется приобрести американскую валюту, так сказать, на будущее. Правда, такое укрепление тенге по отношению к зеленому наводит на мысль. Может, курс снизится еще? В Национальном банке, где довольно часто прибегали к интервенциям, чтобы сдерживать курс, неожиданно признались, что в судьбу тенге пока не вмешиваются. И никаких денежных трат для поддержания нацвалюты не было. По крайней мере, в апреле. Говорят, что доллар стал просто невостребован. В течение апреля наблюдалось ощутимое снижение спроса на иностранную валюту. Среднедневной объем торгов на казахстанской фондовой бирже снизился со 179 миллионов долларов США до 92 миллионов долларов США. Поддержку валютному рынку оказывали продажи валютной выручки субъектами квази-государственного сектора, которые составили порядка 253,2 миллионов долларов США на внутреннем валютном рынке. Продажи валюты для обеспечения трансфертов из национального фонда в республиканский бюджет за апрель составили 168,3 миллионов долларов США. Экономисты отмечают, что курс доллара просел на фоне укрепления российского рубля. Сейчас он достиг того уровня, который был еще до начала пандемии. 66 деревянных за один зеленый. А наша страна довольно сильно зависит от России. Эта глубокая связь с рублем отразилась и на тенге. Более 40% нашего импорта – это российские товары. Мы очень сильно зависим от них. И, собственно, из-за этого у нас достаточно глубокая связка с рублем. Более того, по моим личным наблюдениям, с конца прошлого года, то есть даже до начала трагических событий января и до начала войны, эта связка окрепла. Мы в трех из пяти случаях шли за российским рублем, нежели за нефтью, за которую ходили всегда. Вот и казахстанские бизнесмены очень зависимы от условий российских партнеров. К примеру, на рост цен в этом мебельном магазине больше повлияли антироссийские санкции, а не резкий скачок доллара. В первую очередь подорожала логистика. Но все равно предприниматели закупали товар и сейчас здесь в основном стоят диваны и кровати из прошлого дорогого завоза. Снизить цены удастся только если препятствий у российских партнеров станет меньше. Есть комплектующие обратно вот эти вот фабрики. Они сырье, не сами, не все товары, как бы сырье, как объяснить, можно сказать, обрабатывают сами. Они некоторую какую-то часть привозят из Европы. То, что возьмем диван, ткань, они берут из Европы, из Италии, из Испании, из Франции. Соответственно, пока вот эта логистическая цепочка приходит до нас, до Казахстана. И здесь рушится цена. Мягкие мебель и матрас подорожали где-то на 20-30% соотносительный цен. Вот такая вот цена. Корпус пока держится, но идет какая-то информационная новость, что в какой-то мере будет подорожание. Правда, такая ситуация вовсе не показатель роста экономики России. Эксперты называют это больше политическим вопросом. Много факторов повлияло на укрепление рубля. Те же самые взаимные санкции привели к тому, что у России скопилось много доллара. Газ и нефть страна пытается продавать за рубли, а импорта как такового нет. России перестали продавать товары, услуги из западных стран. В итоге складывается ситуация, когда валюты очень много, но ее некуда девать, потому что импорта нет. Потому что хождение наличной валюты практически вне закона. Там очень жесткие лимиты, не более 5000 долларов в месяц. При этом раньше вообще нельзя было купить валюту обычным гражданам. Поэтому складывается такая ситуация, что валюты очень много, а спрос на нее очень низок. Потому что импорта нет и хождения доллара нет. В итоге курс крепнет. Сколько времени рубль будет продолжать оставаться в нынешнем состоянии, аналитики сказать не могут. Казахстанские эксперты не исключают, что ресурсов у соседей достаточно, чтобы поддерживать свою валюту. Российские экономисты, напротив, считают, что власти не заинтересованы в сильном укреплении рубля. Я не думаю, что российский рубль будет сильно укрепляться в дальнейшем. Это связано с тем, что Центробанк заинтересован все-таки, чтобы рубль оставался на текущих позициях. Может быть, даже чуть-чуть ослаб. С тем, чтобы бюджет страны, бюджет России увеличивался за счет валютной выручки. То есть мы продаем, экспортируем газ, нефть, получаем валютную выручку и продаем их за рубли. Чем меньше будет курс, тем меньше рублей у нас будет в бюджете. И тем сложнее будет выполнить бюджетные обязательства. И в том числе и снижается конкурентность российских товаров. Ослабление рубля по отношению к доллару, конечно, отразится и на тенге. Убрать эту связь в нынешних реалиях сложно. Для этого нужно сократить импорт товаров из России, но нашей стране тогда нечем будет покрывать дефицит. Поэтому тенге почувствует падение рубля, но, вероятно, не так сильно. Мы все-таки зависим, но это не прямая связь, это не прямая пропорция. Мы будем, если опять же российский рубль будет падать, грубо говоря, мы будем падать не так глубоко, как российский рубль. Давать какие-то четкие прогнозы по датам, когда будет падение рубля, невозможно, потому что идет война. Пока идет война, могут быть приняты абсолютно любые новые санкции в абсолютно любой момент. Все, что угодно может случиться. Российский рубль в нашей стране достиг исторического максимума. По итогам дневных торгов в пятницу официальный курс составил 6,62 тенге за один деревянный. А ведь еще в марте он стоил в районе 5 тенге. Экономисты не советуют сейчас скупать рубли или доллары и хранить деньги в одной валюте. Ведь в нынешних реалиях все может измениться в любой момент. Ардах Сагидулайман, Егинбаева, Яссел Хансаминбетов. Большие новости.